Сегодня впервые за много лет в Уфе состоялся несанкционированный митинг И примечательно то, что этот митинг стал одновременно и самым массом за последние много лет По моим оценкам на него пришло от двух до трех тысяч человек, которые митинговали и выступали за защиту башкирского языка Прозвучали требования отставки Рустея Махамитова, требования принятия реальных мер по защите национального языка и так далее В предыдущие недели шла мутная возня со стороны властей города и республики в отношении этого митинга И настолько невнятно решались эти вопросы, что даже полиция до конца не могла понять, разрешен или не разрешен этот митинг И вот эта позиция властей фактически спровоцировала столь напряженные обстоятельства, в которых прошел этот митинг Полиция пыталась прекратить его вначале, объявив незаконным, но митингующие не подчинились полиции Потом митинг два часа шоу и после митинга дала попытка задержания каких-то из активистов, которых полиция сочла организаторами В общем-то это тоже не удалось Митингующие отбили этих ребят, значит, и не позволили их задержать В общем-то вся эта картина, конечно, очень четко иллюстрирует тот кризис, в который загнала администрация Хамитова национальный вопрос в Башкирии И то, что этот вопрос начинает выливаться в прямой конфликт с властями, очень нехорошо На митинг уже с запозданием прибыл представитель Белого дома Даниль Азаматов Выглядел, конечно, бледно, бегал там, суетился, что-то руками тряс Но уже поздно, на самом деле, ситуация сложилась И еще полгода назад можно было эту ситуацию решить эффективно и по всеобщему удовольствию На самом деле, вступив в дискуссию, в разговоры, в переговоры с теми силами, которые имеют точку зрения отличную от точки зрения Белого дома Но момент был упущен В общем-то сейчас они будут пожинать плоды этой своей беспечности, этого безделия и, в общем-то, недальновидности Будем наблюдать ситуацию, будем смотреть, что последует за этим митингом Будут ли какие-то репрессии в отношении людей, его организовавших Но надеюсь, что это не случится Несомненно, самым заметным событием башкирской политики на этой неделе Было выступление в Государственной Думе Российской Федерации Сергея Миронова Которая напрямую касалась ситуации в Башкирии и в городе Белорецке В прошлом выпуске мы упоминали историю директора школы Крилауса Которого уволили за встречу с депутатом Государственной Думы Амаровым И вот теперь эта история докатилась до федерального уровня И на парламентском часе Сергей Михайлович Миронов, руководитель партии «Справедливая Россия» Обрушил свой гнев на единую Россию в Башкирии и на администрацию Белорецка И, уважаемые коллеги, причем в данном случае я обращаюсь к уважаемым коллегам из партии «Единая Россия» Я хочу сейчас рассказать вам о абсолютно беспрецедентном, абсолютно потрясающем с точки зрения отсутствия здравого смысла факте из республики Башкирия Дело в том, что в мае этого года действующий депутат Государственной Думы, ваш коллега, мой товарищ по партии, Гажимурат Зербекович Амаров Будучи избранный от республики Башкирия в Государственную Думу Захотел встретиться с избирателями в городе Белорецке И он попросил директора школы номер 21 города Белорецка Владимира Лукича Кривоуса помочь им дать встречу Обратите внимание, уважаемые коллеги, нету там никаких выборов Это не выборная, это не избирательная встреча, это встреча действующего депутата с избирателями Директор школы подстраховался, спросил мнение профсоюзной организации школы Вот депутат просит, что будем делать, ну давайте встретимся, встретились Что получилось? А получилось, что директора школы, который был депутатом, он является депутатом Белорецкого муниципального образования Исключили из фракции Единой России, устроили публичную порку Еще раз хочу сказать коллеге, за что? За то, что была встреча с государственным человеком, депутат Государственной Думы И более того, глава района уволил уважаемого директора, замечательного человека Который, так сказать, там заслуженный там учител и все, что только можно Причем он понимает, что все это происходит, 20 мая прошла встреча, уже идут экзамены Нужно работать, нужно вручать аттестаты Он написал заявление, чтобы там все, ладно, я ухожу только, чтобы детям не повредить В этой связи, уважаемые коллеги, я бы попросил вас, вот именно фракцию и руководство Единой России Внимательно посмотреть, а уважаемого Вячеслава Алексеевича Никонова, председателя профильного комитета Разберитесь, пожалуйста, что такое 21 век Надо будет внимательно отследить реакцию, скажем, в Единой России на это выступление И в городе Белорецке, потому что по-хорошему господину Гизатуллину надо писать заявление на увольнение из аппарата Единой России Башкирии После такой глупости, которую он сотворил, когда исключилась партия человека, который в ней не состоял А главе Белорецка Миронову, в общем-то, конечно, наверное, нужно делать либо выводы Либо принимать решение о восстановлении Привауса на работе, пока не поздно, потому что на самом деле я так понял, что господин Амаров намерен идти до конца в этой истории Добиваться и юридической, и человеческой справедливости, и потому, наверное, Миронову не поздоровится В общем, будем наблюдать Сегодня в этом выпуске я буду много говорить про Москву, потому что подавляющую часть этой недели там провел И, в общем-то, привез много интересных вещей оттуда В первую очередь, это результаты муниципальных выборов в Москве, в прошедшее воскресенье, которые прошли И те результаты, которые получила оппозиция, выдвинув огромное количество кандидатов в депутаты на муниципальных выборах И получив в итоге свыше 200 мандатов муниципальных депутатов В том числе от открытой России прошло 67 человек Что, в общем-то, на самом деле, феноменально, абсолютно непонятно, как власти проворонили эту ситуацию В Нарофоминске Алексей Дуленков стал депутатом городского совета Такие яркие фигуры, как Нинкаускас, Люся Штейн и так далее вошли в состав депутатов районных советов города Москвы Более того, 8 районных советов полностью состоят из представителей оппозиции и представителей открытой России В 12 районных советах Москвы оппозиция получила большинство То есть во всех этих районных советах она получит однозначную возможность назначить еще и глав советов из своего числа То есть результат, конечно, феноменальный, радующий Будем смотреть, что дальше Будем смотреть, как эти депутаты смогут работать Как они смогут защищать интересы населения своих районов Как будут взаимодействовать с действующей властью Ситуация с выборами в Москве, конечно, дает нам определенный оптимизм Мы, в общем-то, воодушевлены этим результатом И рассчитываем на то, что предыдущие выборы в Башкирии в 2018 году В госсобрании муниципальные советы тоже будут для нас успешны Мы будем готовиться, у нас есть целый год для этого Будем подбирать достойных кандидатов Будем искать партнеров Будем искать технологии, собирать штабы и так далее То есть не радовать, конечно, история в Москве с выборами не может Трудно прогнозировать, насколько изменится состав госсобрания Башкирии в 2018 году Но однозначно он изменится Я не склонен давать сейчас каких-то количественных прогнозов Но предполагаю, что, наверное, мы увидим смену председателя То есть только с Толкачевым мы попрощаемся Несомненно, что, наверное, госсобрание покинут засидевшиеся там динозавры и так далее То есть я надеюсь, что госсобрание изменит как свой состав, так и свой функционал То есть станет более функциональным, более живым, более деятельным органом власти в республике Башкортостан Во время его пребывания в Москве произошел забавный случай В офисе «Открытой России» штаб офиса и совет движения отмечал успех на выборах Поедали тортики, запивали чаем В этот момент в офисе начали ломиться представители прокремлевского движения «Серп» Выкрикивались возможные оскорбительные выражения, снимали зачем-то все это на камеру Мы даже попытались их утихомирить и вежливо пригласить в гости Но, значит, ребята были настроены очень воинственно Я вам тоже призываю Давайте менять Давайте, вот вам, давайте я беру Давайте, да Так, вот, так Это что у вас написано тут? Давайте, потому что... Команда открытой России, добро подошелось, спасибо Давайте, мы согласны, присоединяйтесь Мы с вами поменялись Только вы открытой стали, наконец-то Да, чтобы вы стали по-настоящему Давайте покушаем Хотите бутерброды? Просто здесь мнение, если вы хотите, мы же можем выбрать общий А виски не хотите? А в Викторию, да? Иностранное, ирландское А когда мы же оборудим, приедем? А-а-а, он вот-вот приедет Мы ждем, да, вот вы... Он со двора приедет Это для него я передам Да-да-да, не мешай их не спускайте Нет, 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 он дождется Полиция не захотела приехать очень быстро Но, тем не менее, впоследствии она приехала Ребята эти уже рассосались, значит, куда-то по темным углам Но было очень забавно наблюдать воочию То, как реагируют на свои провалы, на свои неуспехи Власть в Москве, кремлевская администрация Которая, в общем-то, пользуется вот такими довольно кривыми, гнилыми способами Нанимая вот таких маргиналов Людей с, в общем-то, наверное, очевидно неустойчивой психикой Которых впоследствии, конечно, не жалко и слить Но печальны сами способы, самые методы, которые применяются для дискредитации оппозиционных движений Редактор субтитров А.Семкин